Всем привет, с вами Егор Иерушин и я не критик. Да, выпуски не выходили давно, я знаю, но зато сегодня мы попробуем новый форматиться. А новым он будет из-за того, что мы будем обсуждать целый альбом, а не один конкретный клип или сингл, или в общем что угодно из вот этого. Разумеется, если я решил обсуждать именно альбом, то есть такое большое детище, так сказать, там, по-моему, 40 минут в этом альбоме, это означает, что формат должен будет пройти определенным количеством изменений, поэтому сегодняшний выпуск будет такой необычный, возможно, это даже начало какого-то нового формата, но если вам, конечно, вот такой вот формат понравится. Я немножко позаимствовал непосредственно как бы формат обсуждения именно альбома у Энтони Фонтена, это такой видеоблогер американского происхождения, немножко я у него, так сказать, подрезал, ну, я надеюсь, что вы не будете бить меня с ссаными тряпками. Поэтому да, шуточек сегодня, наверное, будет поменьше, чем обычно, но скоро будут новые выпуски, я не критика, так что если вы пришли за мемасами, то их есть у меня, только подождите буквально еще немножечко. Но сегодня будет более серьезный обзор, прямо, так сказать, моё мнение, моя рецензия как настоящего критика, несмотря на, собственно, название видоса, которое вы видите написанным снизу. Речь пойдет про альбом группы Vervs, этот альбом называется What You Need, так что мне интересно, если пацаны все-таки угадали, и это именно то, что мне нужно. На самом деле, это достаточно смелый шаг отправить мне целый альбом на рецензию, а не всего лишь один клип, потому что альбом, мало того, что там есть, ну, то есть есть вероятность всех грехов, которые в основном встречаются в релизах отечественных, СНГшных и центральноевропейских команд, которые я обсуждаю, такие как акцент, там, тривиальность партии, звук и так далее. Также существует и так называемое понятие целостности, поэтому если посылать музыкальному критику коим я себя, конечно же, ни в коем случае не считаю, целый альбом, то нужно как бы рассчитывать на то, что еще и целостность сыграет роль в рецензии. И именно в вопросе целостности в этом альбоме все хорошо, но, пожалуй, сначала мне нужно сказать, какой жанр, в каком жанре мы вообще сейчас здесь говорим. Я бы назвал, наверное, этот жанр чем-то вроде новым взглядом на хард-рок, рок-н-ролл, южняк я услышал там. Некоторые вещи даже напомнили мне что-то типа глэма или даже хард-рока, но все это в новой оболочке. То есть, разумеется, и звук, и некоторые фишки, используемые ребятами, они как бы более модерновые, они не совсем, то есть прям, ну, то есть не полностью 80-е года, хотя некоторые команды нынче, они пытаются и полностью как 80-х сделать. Нет, тут, конечно, есть фишки, которые используются сейчас, которые не использовались в 80-х просто потому, что их не существовало. Есть даже какие-то типа хард-роковые около-брейкдауны, есть скрим в нескольких местах. Но на самом деле самое приятное, пожалуй, что удивило меня на этом релизе, некоторые песни даже напомнили мне моих любимых Inflames. Для меня было достаточно приятным удивлением, потому что Inflames это все-таки моя любимая группа, так что вот некоторые части на альбомах, особенно что касается гитарных запилов, но иногда и вокалы напоминают мне новые альбомы Inflames. Альбом выдержан в одном стиле, как я и сказал, целостность имеет место быть, мне кажется, что песни были написаны в разный период и, так сказать, разными людьми, например, как такое часто случается, например, в моих группах. Нет, здесь все сделано целостно, здесь все сделано красиво в одном концепте, и это вот концепт этого модернового взгляда на 80-е музло. Еще хотелось бы заметить, что вот именно гитарная работа, что касается лидов и так называемых соляков, не знаю, можно ли их назвать соляками в сегодняшнем смысле этого слова, но это вот прямо, то есть, запилы, это ледухи, в общем. Они вытягивают 50% песен на этом альбоме, просто, то есть, в третьем акте начинается соляк, и он просто вытаскивает целиком всю пачку. Случается такое на этом альбоме. Что касается слабых композиций, они на альбоме, безусловно, имеют место быть. Есть вода, есть откровенная вода, например, второй трек, который называется Get Up, он, вот, мне кажется, что он не заслуживает второго места на альбоме, потому что после достаточно сильного первого трека, который называется Louder, второй трек, как бы, ну, он немножко гасит ощущение от композиции предыдущей, и, как бы, элементарно просто, ну, перестать интересовать слушателя. То есть, если твоя вторая пачка уже не настолько классная, как первая, то есть вероятность, что слушатель, типа, передумает и скажет, а, ну, первая мне показала, что нормальная, а вторая уже так себе. Также, что касается вот маркетинга, раз уж мы заговорили про вторую позицию на альбоме, мне кажется, что синглы к этому альбому, которые вышли с клипами, они подобраны совершенно неверно. Потому что и первый сингл, который вышел с клипом, который называется Better Run, и второй сингл, который вышел вместе с клипом под названием You Know That I Can, по-моему, он называется, я бы назвал их, пожалуй, одними из самых слабых песен и с композиционной точки зрения, и с вокальной точки зрения, и с инструментальной точки зрения, которая на этом альбоме присутствует. Моей же любимой песней на этом альбоме можно, пожалуй, назвать песню The Burden. В ней присутствует как и приятная вокальная партия, так и великолепное структурирование. Ну, то есть, как бы, все части песни, они идут более-менее в приятном и интересном ключе. И раз уж я заговорил про вокалы, вокальные партии, безусловно, на более спокойных и балладных песнях, таких как, например, Keep On Moving, слышно все-таки акцент, акцент очень сильно палится, но вот именно на таких композициях, которые помедленнее, которые поспокойнее. Плюс еще одно, ну, это скорее как бы вопрос продакшена, но у пацанов везде почти на вокале присутствует так называемый дебл-трекинг, это означает, что партия записана два или три или четыре даже раза, и из-за этого получается каша, из-за этого получается, ну, нечитаемый звук, его невозможно никаким образом, то есть, понять. Иногда даже сложно понять тексты, потому что акцент плюс вот эта вот каша, связанная с дебл-треками, ну, как бы, мне кажется, что это совершенно не нужно. Я вообще считаю, что что касается дебл-трекинга, ну, то есть, самый оптимальный вариант это записать партию главную и записать высокую терцию, но я так, в принципе, всегда и делаю. Но кто я таков, чтобы навязывать, конечно, свое мнение, если пацанам нравится звук продакшена, то все хорошо. Что касается продакшена в остальном, как бы, что касается звука гитар, что касается звука ударки, что касается звука баса и, там, ну, типа электроники, каких-то быков, синтов, это все звучит очень на уровне, и звук у альбома очень хороший. Однако из-за вот этой вот каши с дебл-трекингом, ну, теряется иногда просто вокальная партия, поэтому вот над этим, я думаю, стоит подумать при следующем релизе. Также, что касается вокала, иногда я не смог словить вокальной партии, мне показалось, что она просто, ну, не имеет смысла, эта вокальная партия, и порой попадают ноты, которые, как бы, совершенно не вписываются в структуру остальной песни, и некоторые припевы загублены, потому что с инструментальной точки зрения припев достаточно сильный, но при этом вокальная партия в этом припеве, она, как бы, ну, топит. Однако, насколько я понял, это первая работа ребят, и для первой работы это достаточно сильно. Я вполне представляю этих ребят на саппорте, ну, например, Grizzly Knows No Remorse, да и там, что греха таить, из-за вот этих вот южных частей, которые там есть. Я бы и к автоскаму, наверное, их на разогрев тоже поставил. Да и, в принципе, если хотите, можете приходить саппортить нас на наши концерты в России в октябре. Альбом, безусловно, неплох. Синглы можно было бы выбрать получше, можно было, наверное, получше разбросать песни на альбоме, потому что есть даже, по-моему, две спокойные песни сразу, одна после другой. Опять всем известно, что так не делается, что нужно боевик, типа, спокойная песня, и следующий тоже боевик, потому что иначе есть вероятность, что человек просто заснет, слушая этот альбом. Поэтому вот, что касается этого альбома, я, наверное, закончил. Вот такая вот рецензия. Я надеюсь, что вам понравился формат. Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам формат обзоров целиком альбомов. Возможно, я буду развивать эту тему. Возможно, я даже начну, наконец-то, делать обзоры на новые альбомы, которые выходят у популярных команд мировых. То есть многие, например, спрашивали меня, что я думаю о новом альбоме «Сианвар», который недавно вышел. Что я думаю о новом альбоме «Эмити Аффликшн». Возможно, я сделаю на них обзоры, если вам нравится вот такой вот формат обзоров на целые альбомы. Ну, а что касается следующего выпуска, я не критик.